МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости в студии Юлия Александрова. Здравствуйте. Александр Лукашенко обеспокоен негативными тенденциями в промышленной сфере. Об этом глава государства заявил сегодня во время доклада о проблемных вопросах развития промышленного комплекса. Конкретные поручения президентам давались еще в июне прошлого года на совещании по проблемным вопросам развития промышленности и реализации готовой продукции. Тогда же предприятия, испытывающие сложности с реализацией готовой продукции, были закреплены за ответственными лицами. Но, по словам главы государства, обязательства не выполняются должным образом. Остатки готовой продукции на складах сохраняются. При этом на ряде валообразующих предприятий они фактически не снижаются. Статистика показывает, что объем промышленного производства снизился почти на 5%. Выросла внешняя дебюторская задолженность. Накапливаются долги за произведенную и неоплаченную продукцию. В целом по промышленности они достигли 118 триллионов рублей, что составляет более двух среднемесячных объемов производства. Какой же это перелом, если деньги на счета предприятий не поступают? Причем разрыв между внешней кредиторской и дебюторской задолженностью растет. И мы по-прежнему кредитуем зарубежных партнеров. А недостаток средств на текущую деятельность мы забираем из нашей банковской системы и потом стонем, что у нас дорогие кредиты. Сохраняются другие негативные тенденции, которые сложились в прошлом году. Но больше всего тревожит то, что снижаются экспортные поставки. Не расширяется их география. И в основе этого лежит нежелание и неумение торговать. Мною неоднократно подчеркивалось, что правительство должно быть большим министерством торговли. В нынешних условиях это особенно актуально, чем и было продиктовано мое поручение конкретным должностным лицам. По всем поставленным правительством вопросам мною были приняты немедленно решения. Во-первых, подписан указ о господдержке кредитования иностранными банками зарубежных покупателей белорусской продукции. Во-вторых, для стимулирования экспортных поставок наделил функциями по поддержке экспорта Банк развития и передал ему белорусский пром-агролизинг. В-третьих, чтобы расширить наши поставки за рубеж, Китай, Венесуэлу, Эквадор, другие страны, мне пришлось объездить и принять в себя в Минске, как говорится, весь мир. Встречаться как с руководством, так деловыми кругами многих государств, тем самым создавая благоприятные условия для успешной работы в разных регионах планеты. И должен сказать, что отторжения к поставкам нашей продукции я нигде не заметил. Учитывая, что объемы белорусской экспортной продукции по мировым масштабам незначительны, то их при должной расторопности и предприимчивости можно и нужно не сокращать, а наращивать. Искать и находить новые ниши, пробиваться на новые рынки. Главное – шевелиться, а не сидеть на месте. Но где результаты работы? Прямо скажу, должной отдачи до сих пор не видно. В эти минуты совещание продолжается и все подробности в наших следующих выпусках. Визит делегации Амурской области продолжается в Беларуси. На сегодня запланирован ряд встреч в правительстве и на предприятиях агрокомплекса. Также в графике российских гостей переговоры с руководством Гомельского облсполкома и посещение завода Гомсельмаш. А накануне с губернатором этого российского региона Олегом Кожемяко встретился президент Александр Лукашенко. Добавлю, Амурская область – основной торговый партнер Беларуси на Дальнем Востоке. Так, в 2012 году товарооборот достиг 60 миллионов долларов. От суровых морозов к неожиданному плюсу. В середине этой недели характер белорусской погоды кардинально изменится. Причиной этого станет теплый и влажный воздух с Атлантического океана, который в ближайшее время начнет поступать на территорию нашей страны. По прогнозам синоптиков, уже в четверг по юго-западу республики столбики термометров покажут до 3 градусов выше нуля. Потепление принесет с собой мокрый снег и дождь. Местами спустятся туманы, на дорогах образуется гололедица. Тем не менее, без тепла этой зимой останется молочно-товарная ферма в Реческом районе. Там, в котельной, которая располагается в здании доильного корпуса, произошло возгорание. В результате огонь повредил крышу здания. Пострадавших нет. Возможная причина пожара – короткое замыкание. В Минске насмерть сбили девушку. Водитель с места происшествия скрылся. Трагедия произошла сегодня около полуночи на перекрестке улиц Кульман и Богдановича. Молодая женщина переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. От полученных травм она скончалась на месте. Водитель, по информации инспекторов, вначале приостановился, но вскоре покинул поле зрения очевидцев. Сейчас человека, совершившего смертельный наезд, разыскивает милиция. На Гомельщине задержан авантюрист-мошенник. Всего за полтора года он успел оставить около 700 на 700 миллионов рублей долговых расписок. Искусство брать в долг, обещая золотые горы, 26-летний гомельчанин отрабатывал на своих знакомых и бывших однокурсниках. Все бизнес-проекты сулили немалые выгоды инвесторам, но в конце концов оказались фикцией. Мошенник от долгов не отказывался и даже обеспечивал гарантии собственным автомобилем. И на марку, которая также, к слову, ему не принадлежала, Дюлец продал сразу двум приятелям. Обманутых сейчас в настоящий момент у нас по делу проходит 9 человек потерпевшие. Из них некоторые лица одолжили деньги по нескольку раз. В принципе, он предлагал людям выгодные условия. Буквально на 2-3 дня он одолжил деньги. При этом он обещал вернуть эту сумму. И плюс процент от пользования. В среднем 10% от общей суммы, которую он брал. Фотовыставка «Беларусь» в Первой мировой войне открылась сегодня в Национальном историческом музее. Она посвящена трагической истории нашей страны в начале 20 века. В экспозиции точные копии фотосвидетельств той эпохи. Они показывают мирное и военное время, жизнь городов и сел, раскрывают планы создания нового территориального объединения «Обер-Ост». Иллюстрируют испытания сотен тысяч беженцев, которых война вынудила покинуть свои дома. Фотографии рассказывают и о тяжелом послевоенном времени. Международные соревнования по горнолыжному спорту проходят сегодня в Минске. Зимние старты собрали более 150 юных участников. Причем самому маленькому всего 5 лет. Состязания продлятся 2 дня. Серьезной обещает стать борьба за общекомандный кубок. Я не в первый раз. Я езжу уже сюда на протяжении 6 лет. Я приезжаю сюда с удовольствием. Трасса хорошая. Там есть где расслабиться и есть где поднапрячься. Здесь солнечная долина. Конечно, солнечно. Мороз и солнце. День чудесный. Мы очень рады к вам приезжать. Очень хороший прием. Радушные люди. Прекрасная организация соревнований. Погода хорошая. По крайней мере, после 20 градусов мороза. Трасса отличная. Конкуренция тоже неплохая. До старта главных игр 4-х летий остались считанные дни. Церемония открытия зимней Олимпиады пройдет уже в эту пятницу. Белорусский флаг на параде понесет Алексей Гришин. Олимпийский чемпион Ванкувера 2010 в лыжной акробатике. И сегодня является одним из главных претендентов на медаль. Предстоящие игры станут пятыми в карьере Алексея Гришина. Всего же за дни Олимпиады в Сочи будет разыграно почти 100 комплектов наград в 7 видах спорта. Далее в выпуске «Спортивное обозрение Александра Карася». Оставляйте свою информацию по телефону горячей линии, а также по адресу в интернете ctv.by. Всего доброго и до встречи в 16.30.